У нас нет никаких KPI, нет никаких таргетов, никакой-то хреномоти. Маржа такая же была прямая, как прямая линия Путина. Для этого нельзя говорить. Если бы не было давления ментов, и мы могли бы спокойно перекредитоваться, вынесли бы всех абсолютный связнов. Будет рецессия, не будет рецессии, это не важно. Те, кто нами управляет, их должно быть мало. Я либертарианец и в реальной жизни. Добрый день. Мы ведем новый выпуск программы «Форс Капитал». Я Андрей Мовчан. Делаем мы это необычным образом. Впервые мы пробуем новую площадку. Мы находимся в центре Лондона, в самый жаркий день в истории Лондона. Сегодня 38 градусов на улице. В магазине, который называется «Гедонизм Вайн», магазин, который в самом центре Лондона, недалеко от Берклис-Куэра, Гройнер-Скуэр, продает спиртные напитки на площади примерно 700 квадратных метров. Мы разговариваем с владельцем этого магазина, Евгением Чичваркиным, человеком легендарным уже и не только в России, создателем Евросети, большим бизнесменом, человеком, на которого равнялось целое поколение людей, которые делали российский ритейл, который сейчас живет в Лондоне не как пенсионер и не как политэмигрант, а как бизнесмен, занятый совершенно другим видом бизнеса, тем, который он в России, в общем-то, не делал. Или, Евгений, добрый день, делали в России что-то похожее? — Розница всегда похожа. Одна розница похожа на другую. Нет, алкоголь мы в России только пили, конечно, не торговали. — В меньших масштабах, чем сейчас здесь представлено? — Ну, конечно, в меньших масштабах, но какие-то первичные издания пришли из наших дегустаций в середине нулевых, которые мы проводили у меня дома. — А с чего это все начиналось? Ваши первые инвестиции? — Покупка и продажа предметов. Пойти на склад, купить ящик сникерса, ночью постоять в очереди, утром оббежать, просто продать его по шоколадочной. Здесь, в общем, тяжело назвать инвестициями. — А почему вообще? Почему вы этим занимались? — Ну, потому что на разницу можно жить. По закупочной цены и продажной. Мне всегда нравился процесс торговли. — Очень интересно, мы разговаривали с Сергеем Колесниковым, и он сказал, что он начал заниматься кровельными материалами. У него огромный бизнес в России, Технониколь. Начал заниматься кровельными материалами, потому что он был студентом, и надо было как-то на что-то жить, и они крыли крыш. Это похожая ситуация? — Да, я был еще школьником, мне надо было... У меня было на что жить, у меня не бедная по советским меркам семья была совсем, и мне всегда давали карманные деньги, мне просто хотелось, чтобы деньги были мои. Не даденные мне, а мои, и я полностью мог сам распоряжаться ими. — А как вот эта идея, что спекуляция, что это плохо, что это недостойно? — Нет, я всегда чувствовал четко, что если все против, и это все зарегулировано и невозможно, то здесь как раз и есть где размахнуться. Был фильм «Следствие ведут знатоки», по-моему, и они пришли к какому-то спекулянту. Я посмотрел, сколько у него пластинок, поэтому я хочу такое же. — А как это превратилось в Евросеть? — Евросеть была создана уже, она еще не называлась «Евросеть», но магазин уже, компания была создана моим другом, он просто позвал меня. Меня позвали на неделю, и я остался на 12 лет. — Евросеть, компания, в моем понимании, это был ритейл, торгующий электроникой? — Телефонами и аксессуарами, не все электроники. — А что для вас это было? Вот вы пошли туда поработать, я понимаю, когда вы поработали на неделю, а потом? Почему вы остались? — Потому что можно было заработать достаточно много. Там же, кроме того, что мы дико талантливый народ, мы с Тимуром, там еще совпало, соответственно, это им был выбран бизнес изначально, как то, что будет расти. Совпало одновременно несколько факторов, такие как народ начинал жить все лучше и лучше, народ стремительно богател в начале нулевых, а цены на телефоны падали, цены на тарифы падали из-за тарифной войны между операторами, тарифные зоны увеличивались. и вот эти вот факторы, приправленные нашим огромным эго и амбициями дали вот этот эффект. Но изначально мы не то чтобы оседлали волну, мы оседлали гидроудар, если можно так сказать. А почему получилось у вас и, может быть, еще у одной компании, да, больше ни у кого? Потому что мы забили на риск стратеджи совсем. Есть кадр в танцующих, танцующих с волками, где он проехался перед рядом войск, и в него просто никто не попал. Он рискнул, и черный лебедь пролетел, все черные лебеди пролетели мимо. В каком смысле это был риск? Одного даже сбило. В каком смысле это был риск для вас? Брать очень много денег ничем не обеспеченных, открывать на короткие заемные деньги магазины и так далее. То есть там рисков было очень много. Все получилось, все росло, а кризис 98-го? Мы были сверх маленькими, мы сделали то же, что мы здесь потом повторили с Brexit-ом. Ровно, вот под копирку. В кризис 98-й мы каждую ночь меняли все цены. Я сказал, что никаких рублей, только доллары. Мы живем просто в Соединенных Штатах Америки, и мы покупаем у всяких московской сотовой, у всяких полудурков, у которых остались цены в рублях, и продаем строго в долларах, как это должно быть. То есть вы просто заработали на валютной выручке? Да. А спрос неужели? Здесь то же самое сделали с Brexit-ом. Ровно, под копирку. 48 часов все цены, все, что мы покупаем в долларе, все, что везде, где рынок, даже если это куплено в евро или куплено в фунтах, везде, где рынок формируется в долларе и в иене, мы все отреставрировали практически в 36 часов по правильной долларовой цене. Мы получили почти удвоение выручки, и если у нас есть график наших продаж и график нашей маржи, маржа была прямая, как прямая линия Путина. Для этого нельзя говорить. Можно. У нас можно все. Прямая, да, как линия осицилографа мертвого человека. Вот такая же. То есть мы не потеряли ни копейки маржи, подняли продажи, потому что было мнение, что в Англии покупать теперь дешевле. после того, как фунт срисовался с 1,44 на 1,19 практически. Ну, там в два шага. Даже такой spike был совсем. Да, да, да. Так что мы еще здесь подножили. Если говорить про развитие Евросети, про тот период, когда вы ее развивали, это как был? Вы были кто? Направленный взрыв. Я был... Ну, я недолго был с флагом спереди. Я через какое-то время понял, что у меня нет такой квалификации, чтобы управлять такой большой компанией. И вся эта история – это своевременное или чуть запоздавшее делегирование полномочий в итоге. Как вы только поняли, что нужно делегировать все, что только можно, все пошло веселее. Весь комсомольский... Ну, это такая комсомольская болезнь – микроменеджмент. Когда начальник считает, что он такой умный, что так как он постоял за спиной каждого из людей, которые осуществляют какие-либо процессы в компании, он считает, что он во всем разобрался, так как он гений. Вот. И указывает всем, что делать. Это самый большой... Ну, это вот самый большой... Это самый мрачный мрак. Генеральная идея была очень сильная. И наша комиссионная система, которая, я считаю, что... Вот за что мне когда-нибудь, наверное, присудят, какая самая крутая. Нобелевская премия за гуманизм. Это наша комиссионная система. Нобелевская премия мира, тогда? Да, естественно. Нобелевская премия мира за гуманизм. По отношению к сотрудникам? Да. Не было желания... Ну, до того, как совершилась известная продажа, не было желания продать, поделиться, сделать публичной. Все наши факапы накопили огромное количество долгов. И обслуживание долга жирало всю ебеду, к черту. Нужно... Я с удовольствием был готов продать процентов 40, чтобы полностью закрыть все долги, чтобы не иметь никаких заимствований. И тогда история бы выглядела сверх красиво. Вот. А что и хотелось сделать. Потом хотелось через какое-то время еще сделать туристическую деревню. Я абсолютно верил и сейчас верю, что кто это сделает правильно, просто мало того, что это могут быть достаточно большие деньги, это будет удивительное, удивительное место притяжения всех интересных людей страны. А что такое туристическая деревня? Отвлечемся... Такой эскапизм выходного дня. Когда ты приехал, попал просто в другой век. При условии, что есть Wi-Fi и очень чистый сортир, все остальное, там, курочки бегают, и можно очень многое делать руками, всякий спорт, всякие, там, готовка, огромное количество всяких художников, артистов, что-либо делают, поют, танцуют. В Подмосковье где-то? Последнее место, которое очень нравилось, было в Калужской области. Ну, по сути, если бы люди, там, грубо говоря, в условном Никола-ленивце, озаботились бы комфортом и добавили бы серьезный девелоперский проект вокруг, ну, так, чтобы основному действию не мешать, то это гипотетически может работать. Но мне нравилось там чуть другое место. Евросети. Продажа не произошла, да, вот их 40%. Да, да, мы продали все сразу. Продавали все сразу. А почему? Так сложилось? Ну, так уже было нужно, потому что было стремно. Ну, это уже вот, когда вы продавали до этого, вы не договорились по цене, не было покупателей. Почему не продали? Ну, мы хотели бы, сейчас мы сделаем, у нас будет первый год с супер цифрами и продадим. То есть, просто не успели? Да. А если бы не эта стремная ситуация, если бы вы не продали все сразу? Если бы не было давления ментов, и мы могли бы спокойно перекредитоваться, вынесли бы всех абсолютно из связного, всех бы вынесли. Было бы 40-45% рынка были бы на огромной территории, сделали бы точно банк, с Тиньковым бы не дружили бы уже. То есть, сделали бы свой Тиньков, фактически? У нас уже была лицензия же, совместная там с людьми. Не знаю, правильные были на тот момент люди или нет, но лицензия уже была. А вот система новых платежей типа «Революта», то, что логически вытекает из этих вещей? Гениальная штука. Я пользователь «Революта». Правда, их complaints меня блокируют раз в полтора месяца просто, или раз в месяц просто блокируют, потому что этот чумной робот вдруг нашел какую-то там негативную информацию. Сказалось бы, что такие платежные системы должны меньше. Там же нет людей, там робот, а робот в ужасе каждый раз. Давайте поговорим про гедонизм, а потом я еще поспрашиваю про другие инвестиции и желания. А как эта идея появилась? Я хотел, чтобы все деньги были в одном месте, и если ты что-то не продаешь вовремя, это только становится дороже. И поэтому вино и… Да, классические машины я не очень люблю. Меня бесит, когда что-то ломается. Это еще травмировано телефонами. Искусство я тоже, честно говоря, просто не понимаю. Мне нравится, не нравится, но это не профессионально. А здесь у меня были, условно говоря, системные знания, хоть в каких-то отраслях были знания, напоминающие системные, скажем так. Поэтому я видел, как это растет. Я видел, насколько огромная разница в ценах, насколько сложный многофакторный анализ должен быть, чтобы понимать, как вообще эти цены меняются и почему. И это абсолютное многообразие. Это здесь удивительное действие, как в этом бизнесе второго закона термодинамики. При этом, если брать какие-то старые вина, там действует первый и так далее. То есть это все было настолько интересно. Здесь нет не четко очерченной, не видны формулы, по которым это все растет и развивается. Я подумал, здесь мы заработаем. Это точно. А как выглядит экономика? Это вот такой старый, хороший магазин, куда заходят клиенты и покупают дорогие вина? Или это уже в немножко амазон? Многие уже и не заходят, заказывают. Многим, когда у нас что-то приходит, наша сверхзнающая и очень вовлеченная в процесс команда, так как все на комиссии, звонит и пишет. В основном, когда приходит что-то совсем интересное, можно видеть иногда за этим столом, вот утром приходишь, за этим столом сидит вся практически наша команда с телефонами. И кажется, что вот там должны быть какие-то покупатели, а все играют в сапера. А на самом деле все наперегонки отправляют имейлы своим, имейлы, эсэмэски, вичаты и прочие ватсапы своим возможным покупателям. И кто первый получит предложение, пишет, андрофер и на пол. Удивительно, ваш бизнес получается похож на бизнес брокера, который торгует ценными бумагами. У брокера есть тоже репутация? Ну конечно. Хорошо, но ценная бумага там же, она же не может быть просроченная, кислая. Ну кислых ценных бумаг достаточно, это многие инвесторы уже знают. А, ну то есть... Продать плохую бумагу можно. Другой вопрос, что... А, ну то есть брокер, который за тебя решает, какие бумаги? Ну нет, почему? Вы же вот, если ваши ребята продают клиентам то, что вам удается получить на рынке, это очень похоже, как действует сейлс в инвестиционном банке. Они звонят клиентам, предлагают... Да, она система ровно такая же. У нас нет никаких KPI, нет никаких таргетов, никакой ты хреномути. Они реально даже не от продажи, а от маржи, все от маржи в большой, в очень большой комиссии, нет никаких других денег, кроме этой комиссии. И у закупщиков так же абсолютно. Так было в Евросети, так и здесь. Это самое правильное. Никого не надо пинать. Если сейчас позвонить, максимум со второго звонка возьмут трубку. Если кто-то зайдет, ему тут же покажут, что мы здесь, и что-то предложат. То есть, если кто-то напишет, ему тут же ответит. Вы вкладываете свои деньги в закупку. Все мои деньги. Фактически это и есть ваше инвестиции. Все мои деньги, да. А какой доход получается примерно на эти деньги? Хорошие. Айрар уже не стыдные. Года два как? Два с половиной. Это все растет? Конечно. Я имею в виду магазин. Конечно. Магазин последовательный растет каждый год. Маржа ровно такая, как от начала времен. Она не меняется, не падает. А в какой момент появилось ощущение, что все работает? А у меня никогда не было сомнений, что это будет работать. Никогда не. Я проехался по нашим конкурентам, посмотрел, и я понял, что, ну, как может быть такими вялыми в 2010 году? То есть, неужели работают законы экономики? Абсолютно. Законы, так как я, я знаю, что вы нет, не настолько, я убежденный либертарианец, но я либертарианец и в реальной жизни. То есть, та система, которая здесь выстроена, это чистая, чистая, насколько позволяет законодательство Мюррей Ротборд просто в действии. Я вот как раз хотел спросить, что можно ли быть либертарианцем в социалистической стране? Ну, она относительно всей европейской части наименее социалистическая. Самая наименее социалистическая, наверное, Швейцария по каким-то признакам. По другим признакам это, по каким-то признакам наименее социалистическая, там, Лихтенштайн или Люксембург. По каким-то признакам менее социалистическая Голландия, наверное, или Джерси. Но из больших стран она наименее социалистическая Таким, где ты идешь на компромиссы Но где ты можешь не идти на компромиссы Ты действуешь, исходя из законов своей секты А можно повторить это? Можно сделать второй генонизм Вайенс в Лондоне? В Лондоне? Ну конечно Все пойдет ко дну И то, и это И поэтому и не появляется Поэтому и не появляется Ну потом, это же нужно, вы понимаете Выходит бутылка в 99 году за 20 Вино среднее, этикетка редкая Его все выпивают, продают через супермаркеты за 25, 30, 32, 33 доллара США Дальше начинается бум на это вино И с этой этикеткой, это розовое вино, все закупают Цена доходит к 15 или 14 года доходит до 30 тысяч Вот А на одном аукционе, те кто собирают, дорубились до 80 Есть предложение за 30 тысяч Кто купит? Кто купит? Мы купили Подождали, продали за 80 Вот А кто из других коммерсантов из этой области Будет платить физически свои родные кровные 30 тысяч за то, что стоило 25 А на комиссию вы не берете? То есть вы не совсем инвестиционный Берем 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 иногда, да Ну то есть Люди, которые дают на комиссию, хотят дополнительную премию за то, что они дают на комиссию То, что они вкладывают, как бы, деньги рискуют А мы не рискуем, а мы не соглашаемся с этим Нам нужна наша маржа И риски вас устраивают при этом вдруг Абсолютно Новая рецессия, падение спроса Возьмите с таки встоком Везде, где угодно Здесь Брекзит Американская рецессия Все, ну вот, все, что макроэкономика сейчас Какая рецессия? Американская экономика, мне кажется, на пике своего вообще могущества исторически Ну, пик это, как правило, место, с которого идет дальше вниз А сейчас про рецессию все время говорят Да, сегодня консенсус говорит в 21 году Да, в начале 21 года ждут рецессии в Америке Смотрите, ассортимент Идея такая, что очень широкий ассортимент, но он не глубокий То есть мы не можем дико заработать Если мы угадаем что-то и купим палеты чего-то Как люди зарабатывали там в 2008-2009 на вине Вот такого здесь невозможно Мы можем заработать немножко на каких-то областях И мы стараемся, основные деньги вложены в то, где действует первый закон термодинамики Где этого товара просто на рынке мало Либо его вообще нет И это вопрос, если в 2021 году будет рецессия То мы продадим это в 2003 году, когда будем выходить из рецессии Вот и все С той же самой маржой мы просто отложим зарабатывание этих денег Дешевле продавать мы не будем Вот, мы можем подождать Вы пьете бордо? Ну, так бывает Я не большой специалист в вине, но название бордо точно встречал Да А 61-й год в бордо это абсолютно легендарный Там таких лет их всего несколько Там их за 100 Ну, наверное, входит в пятерку лучших годов за 100 В 2021 году всем людям, кто 61-го года, будет 60 лет И 61-го года очень мало, потому что в какой-то момент в него инвестировали Потом его пораспродали Так как у него пик вкуса, по мнению большинства людей, может быть, даже уже прошел Либо оно находится вот на этой Там очень долгий вот этот пик, он практически плато Многие считают, что до сих пор 61-е улучшаются во вкусе и так далее Но факт тот, что его какое-то количество, конечно, лежит по загашникам И вот точно никто не будет продавать в истерике Его в мире осталось мало Если то, что вот куда я вложил ваши 10 миллионов, гарантированно Я бы из них на 2 или 3 купил 61-го Бордо, все, до чего дотянусь Потому что в 61-м году оно уйдет с моржой от 40 до 60% Уйдет как дети в школу просто Это будет рецессия, не будет рецессии Это неважно, это подарок, это импульсное, это папе 60 лет, или брату 60 лет Или начальнику 60 лет, неважно Хоть какая будет рецессия, его купят за эти деньги в 2021 году, точку Вот так и инвестируем То есть если этим заниматься, это вот как сидеть в ручье около, в Колымской этой самой речке И по крупичкам доставать Доставать, доставать, это вот такая работа А через 10 лет, 20? Да, пройдет Но это же масштабируется А рынок огромный Все, все известные аукционы, нормальные аукционы За прошлый год продали на полмиллиарда И это верхняя часть, это верхняя часть огромного айсберга Вин дороже 50 долларов продается в мире на десятки миллиардов На десятки миллиардов долларов И это, там нет ни одного большого игрока, кроме нескольких производителей И то они в мире не имеют процентов даже Там Майт Хеннесси, Луи Вутон, он занимает большое место Но если посмотреть в лакшери То у них, их доля, она неопределяющая Они не могут влиять ни на тренды, ни на цены Никто Никто из монстров не может влиять Они рубятся у себя там за супермаркеты И там идет настоящая адская битва А когда дерутся львы, в лесу правят обезьяны То есть через 10, 20, 30 лет Да, мы будем продавать вино на порядок А мне хочется даже на два порядка больше, чем сейчас Будем торговать вином Вы мне сказали, что в Евросети вы очень быстро отошли от оперативного управления А здесь сразу отошел Окей С первого дня То есть вы инвестор просто Я инвестор Вот пишут там председатели Было смешно, когда там в начале 90-х Такой прыщавый молодой юноша какой-то, да Еще со взором горячим Написано председатель наблюдательного совета Живопыркина и сыновья Или абрикосов и ко Вот По сути, то, что я делаю, я наблюдаю А не скучно просто наблюдать? Ну, с точки зрения бизнеса Будет больше цифры И я над этим серьезно, прям серьезно работаю Думаю, будет больше цифры, будет больше над чем наблюдать Сейчас наблюдение занимает маленькое время Когда цифры будут больше, оно будет занимать большее время Зато я купаюсь с дочкой в бассейне Я путешествую Готовлю Занимаюсь спортом Езжу на лошади Я Он называется магазин гедонизм Я полностью соответствую понятию Как либертарианец, так и гедонизм Я своей жизнью, своим просто существованием доказал То, что я вот друшный пацан в этих во всяком случае А есть другие инвестиции какие-то, кроме вот этого? Никаких То есть это абсолютная цель жизни? 20, 30 или 50 миллионов Если вы мне 50 миллионов дадите Мы с вами уже распишем целую мульку Потому что часть пойдет, наверное, в инвестиции В какие-то... Вот там часть пойдет полежать немножко И то это будет, скорее всего, limited editions Редкие издания каких-то крепких спиртов Которых просто, когда их 200 бутылок или 300 или 600 выбрасываются на рынок Стоит X А через 3-4 года они стоят от 2X до 6X Вот, там тоже есть интересные вещи Там тоже есть костры тщеславия маленькие Чего не хватает в мире? Ведь, ну, вот, вроде логика простая В мире? Да, почему это не делает каждый? И почему это все еще существует такой разрыв в цели? В мире не хватает понимания того, что Те, кто нами управляет, их должно быть мало И они должны занимать очень маленькую роль Никто не должен тебя... Тебя должны регулировать в 10 раз меньше, чем регулировать сейчас И вот требования от всех нас в мире Это то, чего не хватает Никакой... не может быть никакого там Корбина или Путина или еще кого-то Определять... Личность не может определять жизнь целой страны Они могут чуть-чуть корректировать законы, которые Не мешают или стимулируют развитие Их нет другой роли Как это влияет на рынок вина? Когда все богатеют, вино пьется лучше и дороже То есть просто проблема в том, что... Это на любой рынок влияет одинаково И когда государство убирается, все расцветает Когда всего 1% от торговых сделок, у тебя вырастает Венеция Когда у тебя возникает дополнительный процент То Венеция остается в том виде, в котором созданы И тогда больше ничего больше не добавляется Кроме этих нахлебничков А географически вы продаете по миру? Каждый день в Китай, каждый день в Штаты То есть фактически нахождение в Лондоне даже не так важно Абсолютно Это глобальная компания Если у нас в один момент исчезнут все англичане и все русские То... Ну мы, наверное, все равно сделаем продажи лучше, чем прошлый год Вот так Это Китай и Штаты? Китай и Штаты очень много, Северная Европа, которая экономически чувствует себя очень хорошо Германия, Швеция, вот по северной части Там люди... У них как-то хорошо со вкусом Видимо, не знаю Они еду едят правильные напитки, пьют правильные Очень много мы не понимаем консьержей Чьи это На какие-то лодки отгружаются Но мы не знаем Или не имеем права знать, кто окончательные бенефицары Вот В вашем бизнесе комплайенса нет такого? Есть Мы high value dealer И если кто-то хочет заплатить их количество денег, мы идем через процедуру Мы специально дали себя зарегулировать под это И комплайенс за последние полтора года мне выел печени больше, чем Шато Марго У меня реально остался последний вопрос И логически, и по списку Вы еще будете жить долго и счастливо Очевидно Может быть Расскажите Господа Ну, так это выглядит С учетом марафонов, лыжных и так далее Но рано или поздно все заканчивается Что вы хотите, чтобы произошло с этим бизнесом? Я думаю, дочка справится То есть она будет Ну, во-первых, справится моя боевая подруга Точно, так как она этим всем и управляет Вот Но Мне кажется, что девочке справится отлично Ну, то есть У меня нет никаких сомнений То есть идея, что бизнес не надо передавать по наследству Это не ваша идея? Это глупости, конечно Это же твое Ты имеешь право распоряжаться своим Если ты По старости У тебя возникла какая-то деменция Ты можешь, конечно, отдать это в благотворительный фонд Где это все разваривают Окей Я очень цинично на это смотрю Когда говорят Вот Посмотрите на этого миллиардера Он передал все в благотворительность Какой молодец Вот это Вот когда у нас так будет Да какое благотворительность Он просто спрятал от налогов Это все Чушь собачья Вообще Конечно Пусть Все, что останется Останется Понятно детям Так как-то совпало, видимо Что наши первые съемки не в Москве Протекают Совершенно по другому сценарию Чем то, что мы обсуждали Будучи в России Мы говорим с Евгением Которая называет себя либертарианцем И человеком циничным И, наверное, вот эта разница Должна многое сказать и инвесторам Которым будут смотреть этот ролик Люди мыслящие по-другому Работают в другом масштабе Работают в другом месте Зачастую работают с другими активами Я не могу прокомментировать инвестиции в вино Я о них очень мало знаю Практически ничего Много схожего, что нашлось с рынком ценных бумаг Убеждает меня скорее о том, что надо быть на стороже И на том рынке я видел много успешных людей Много уверенных в себе людей Но и на том рынке бывали кризисы И люди теряли деньги И меняли свои взгляды Посмотрим, что будет происходить с гидонизмом Вайнс Я надеюсь, что это будут успешные проекты дальше Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова